Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 21 год, и я не готова ко взрослой жизни. Через год я уже получу диплом бакалавра, и мне придется вступить в клуб взрослых, у которых из развлечений только работа и дом. Мне иногда не хватает каких-то внутренних ресурсов, чтобы собраться на учебу, не говоря уже о работе, которую нельзя прогулять. Я готов идти на второе и на третье высшее образование, лишь бы оттянуть этот момент. Мне совсем не хочется каждое утро вставать, куда-то ехать, снимать квартиру, заниматься уборкой, стиркой, готовкой, считать квадплату и все в таком духе. Как можно решить это? Спрашивает аноним. Ну, хочется спросить вас, в первую очередь, как вы сами хотите это решить? То есть, можно заняться личностным ростом, психотерапией, пойти на психотерапию, например, и разобраться в себе, научиться жить в целом так, как вам хочется. Жить в целом, так как вам комфортно, вот. Увидеть то, что с вами на самом деле происходит. То есть, вот, откуда у вас вообще, например, такого рода выстекают мысли, идеи, вот, и так далее. Почему у вас такое подразделение на взрослую жизнь и на детство, например? А ведь дело в том, что взрослая жизнь и детская жизнь – это всего лишь условности. Стоит только разница, что во взрослой жизни человек сам отвечает за себя, отвечает за свои поступки. Вот. В детстве за него отвечают другие люди. И почему-то для вас получается так, что вас пугает ответственность. Причем, эта ответственность обязательно связана с дефицитом. Вот. Что вам нужно будет снимать квартиру, ехать на работу и так далее. Здесь отсутствует один важный момент. Вы не очень понимаете, чем хотите заниматься и чего хотите вообще по жизни. То есть, все, что вы описываете – это важные моменты, но не единственные. Все это подчиняется тому, что человек хочет. Все это подчиняется тому, что человеку интересно. И, на мой взгляд, если вы, например, себе не можете ответить, чего я хочу, допустим, что под ОИ есть та самая проблема, в которой нужно работать, в первую очередь. Понимаете, да? Поэтому здесь, на мой взгляд, совершенно очевидным является тот факт, что вы себя не слышите. Вот. То есть, вы себя не слышите, вы не слышите того, чего вы хотите, вы не слышите того, что вам важно, того, что для вас ценно. И, как результат, все, что у вас есть – это вот перечень тех моментов, которые вы перечислили. И, конечно, когда и если мы об этом говорим вот так, а если мы об этом говорим в таком ключе, конечно, это все не очень хорошо звучит. Это правда. Это действительно правда. Вот. Вот. Но нужно, на мой взгляд, понимать все-таки, чего вы хотите. Нужно, на мой взгляд, понимать все-таки, что вам нужно. Вот. И, когда и если вы будете это понимать, вот, то вот как раз вам будет так грудь. Вам, вам не будет так тяжело, не будет так трудно. Сейчас вам очень трудно, сейчас вам очень тяжело. Вот. А, опять же, вот, там, в силу того, что вы себя поместили, вот, можно сказать, в некую такую клетку. Вот. И требуйте от себя явно слишком, ну, много, требуйте от себя явно больше, чем можете сделать. Вот. Ну, и, соответственно, сталкиваться с проблемой какой-то вам, также, на мой взгляд, нелегко. Ну, по моему мнению, по крайней мере. Вот. То есть, вам довольно сложно, скажем так, сталкиваться вот с вызовом, ну, с какими-то вызовами. Вот. В данном случае, по крайней мере. И, соответственно, ваша задача научиться, как мне кажется, с этим разбираться, в первую очередь. Вот. Понимаете ли? И уже попал, уже попал. Понимаете, для чего вообще это вот? Все, зачем? Это все и так далее. То есть решить это можно по-разному. Можно посмотреть, что вас ограничивает и, например, постараться освободить как-то вот то, что вы себе, ну, грубо говоря, запрещаете, да? Например, можно найти для вас фейлы, которые вот вам актуальны, скажем так. Ну, как бы, как бы вот, то есть, что мне нужно, да, чего я хочу, вот, для чего, ну, для чего это все, например, как бы, да? То есть, ну, зачем, зачем я это все делаю, вот, то есть, мне чего, мне чего вообще, чего вообще нужно, вот, какие у меня ориентиры. И еще один важный аспект, это аспект приоритетов, то есть, какие у вас приоритеты вообще, именно ваши, а не чьи-то другие. То есть, нужно рассмотреть именно, вот, конкретно ваши приоритеты. Мне кажется, что у вас есть некоторые ожидания, вот, вот, допустим, самой себя, да, то есть, ну, вот, как вы должны действовать, что вы должны делать, как вы должны поступать, как вам нужно действовать, как ведут себя взрослые, вот, ну, ведь не все взрослые одинаковые, понимаете? И разные взрослые, на мой взгляд, ведут себя по-разному, вот, и вы можете, в принципе, вести себя так, как, ну, как вам хочется, как вам нравится, вот, и то, что, например, вы будете... там, ну, грубо говоря, вот, со своей, со своей жизнью, допустим, делать, вот, то, что вы будете, как вы будете распоряжаться своей жизнью. Это исключительно вашей жизнью, но, конечно, очень сложно и тяжело будет вам как-то, вот, свободно жить, да? Если, если, если все время пытаться оправдывать чьи-то ожидания, вот, поэтому, просто вот тоже подавать себе немножко такой вопрос. Да? Чьи ожидания я хочу оправдать? Чьи какие ожидания я хочу оправдать? Кого я хочу, вот, ну, кого я хочу порадовать, условно говоря. Вот, это, мне кажется, очень, такой, такой вот, достаточно важный момент, на который вам имел бы смысл обратить свое внимание. Вот, ну, просто, опять же, чтобы как-то лучше себя разобраться, лучше себя понять. Но, сейчас вы, ну, живете, вот, по-большому все туда, в напряжении, в тревоге, вот. И, само собой, вам, вам тяжело, вам трудно, ну, вот, взрослая жизнь вообще, вообще кажется каким-то адом. Вот, то есть, тут неделя в том, чтобы оставаться собой. Вы, вы не можете, вы боитесь, вы боитесь, что вас, как бы, ну, вот, не получится собрасывать. Ну, вот, и я вас все могу понять, вот, в этом смысле. Я могу вас понять, вот, могу понять, почему вы боитесь, вот, с собой, не остаться собой. Потому что у вас есть вот такая вот неуверенность в собственных, ну, силах, да, в собственных мотивах, в том, чего вы сами хотите. Ну, ну, поверьте, поверьте, пожалуйста, что все это корректируется. Вот, все это, как бы, уверенность в себе, она обретается. Тут, тут, главное, пожалуй, именно, вот, ну, в том, чтобы решить для себя, как конкретно вы будете это делать. То есть решается ваша проблематика психотерапия, вот, психотерапия чего-то, да, в зависимости от проблематики, то есть, ну, грубо говоря, психолог поработает с вами, вот, пообщается с вами. И как-то вот определить, что является у вас проблемой. Или вы сами можете, в принципе, как-то вот сформулировать свой запрос. Вот, то есть, чего вы не хотите, да, что понятно, чего вы не хотите. Теперь осталось сформировать, на мой взгляд, то, чего вы как раз, как раз таки хотите. Вот. 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 В этом ключе я и предлагаю вам двигаться, вот. Надеюсь, что вы не будете как-то вот тянуть, да, потому что, ну, в данном случае промедление не лучший для вас вариант, вот, потому что чем, чем дальше, вот, тем сложнее вам будет двигаться, ну, двигаться к своим целам, вот, потому что больше будет, ну, вот, препятствий каких-то на пути вашем, вот, поэтому смотрите, выбирайте, решайте, вот, думайте и рекомендовал бы вам все-таки несколько раз хотя бы поговорить с психологом, да, вот, чтобы какую-то обратную связь для себя получить, в этом смысле хотя бы, ну, более, скажем так, четко видеть картину. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи!